здравствуйте я очень благодарен за то что сегодня мы также можем с вами собираться знаете сегодня я зашел во время академии и посмотрел видео очень многие спикеры пришли и читали лекции это было очень прекрасно также очень благодарен за возможность проповедовать и передавать слова каждый раз в своей жизни люди встречают множество разных проблем но если они знают точно иисуса если мы только имеем близость с иисусом если мы можем иметь течение души с иисусом тогда это не проблема для нас но мы наоборот получаем большое благословение да знаете я имею огромную привилегию потому что я могу общаться и проповедовать вам слово иисуса я желаю чтобы это слово достигла ваших сердец откроем сегодня также евангелия ты она 8 главу первого стиха иисус же пошел на горе иллионскую а утром опять пришел храм и весь народ шел к нему он сел и учил их тут книжники и фарисеи привели к нему женщину взятую при любодеянии и поставив его посреди сказали ему учитель эта женщина взята в при любодеянии а моисей законе заповедал нам побивать таких камнями ты что скажешь говорили же это искушая его чтобы найти что-нибудь к обвинению его но иисус нас наклонившись низко писал перстом на земле не обращая на них внимания когда же продолжали спрашивать его он восклонившись сказал им кто из вас без греха первый брось на нее камень и опять наклонившись низко писал на земле они же услышав то и будучи обличаемый совестью стали уходить один за другим начиная от старших до последних и остался один иисус и женщина стоящая посреди иисус восклонившись и не видя никого кроме женщины сказал ей женщина где твои обвинители никто не осудил тебя она отвечала никто господи иисус сказал ей я не осуждаю тебя иди и впредь не греши иисус приходил на эту землю уже две тысячи лет назад да и сейчас иисус он не живет в своем теле вместе с нами но я встретился с этим иисусом 7 октября 1962 года с того момента иисус стал полностью моей жизнью когда мы читаем библию мы можем узнать о том что у иисуса был ученик по имени иуда искариот он был учеником иисуса он был одним из 12 учеников иисуса но он за 30 серебряных продал иисуса да конечно есть те которые продают за один за один серебряных и также за несколько но это женщина которая взята в прелюбодеянии здесь написано о том как она встретилась иисусом и получила жизнь вместо смерти но искариот иуда был учеником иисуса когда он стал перед смертью он не мог получить благодать и благословение от иисуса после того дня в 1962 году иисус жил в моей жизни и он совершил удивительные драгоценные дела когда я думаю об этом я удивляюсь мне кажется что это все было во сне он позволил мне проповедовать евангелие по всему миру многие люди посредством наших конференций получают прощение грехов и изменяются но 2020 году особенно весь мир как будто остановился из-за коронавируса но мы можем увидеть то что через трудности господь хочет сделать нашу душу смиренной мы можем увидеть что господь благословляет нас да конечно есть то от чего мы страдаем из-за коронавируса но я очень благодарен за то что господь открыл такую широкую дорогу чтобы мы проповедовали евангелие по всему миру около двух миллионов людей они слушали трансляцию пасхального служения в этом году до сих пор мы проводили ежегодно такое мероприятие такое служение но в этом году очень много телестанций захотели транслировать я записывал 11 раз по 90 минут проповедь на 76 каналах без всякой оплаты бесплатно транслировали мои проповеди по всему миру я слышал о том что слушателей составил около миллиарда человек каждое утро я открываю интернет и вижу что многие пасторы свидетельствуют о своем спасении простите пожалуйста но мне кажется сегодня я тоже нахожусь во сне я очень удивляюсь тому что господь вот так действует среди нас женщина прелюбодейка она была взята на месте прелюбодеяния на самом деле она должна была быть побита камнями и умереть в этой горе камней но один из этих людей осуждающих сказал тот который тоже взял камень свою руку и хотел побить ее ой давайте эту женщину отведем к иисусу иисус сказал что он пришел спасти грешников а как вы думаете он скажет убить ее или не убивать ой такая хорошая идея если он скажет побейте камнями значит это ложь то что он пришел спасти грешников а если скажет не побивать камнями тогда он становится преступником закона потому что в законе написано нужно побить камнями на самом деле человек такой смешной хотя иисус пришел в такой же плоти как и у нас он пришел в таком же теле как и у нас но он был богом для того чтобы спасти нас он оделся вплоть такой же как у нас и пришел на эту землю он пришел для того чтобы передать то сердце бога которое он имел но эти люди они хотели подловить иисуса это очень смешной поступок и они сказали эта женщина была взята в прелюбодеянии а Моисей сказал законе заповедал нам побивать таких камнями а ты что скажешь тогда они думали если он скажет побивать камнями это даст нам возможность словить его а если нет тогда тоже у нас есть возможность словить его но иисус разве может быть словлен людьми эти люди ожидали ответ либо побейте камнями либо не побивайте но иисус ответил третье кто из вас без греха первый брось на нее камень иисус был богом поэтому он имел третий ответ четвертый пятый может быть сто шестьдесят пятый ответ семьдесят тысяч вот какой то там ответ он не поддавался людям да и посредством этого иисус смог совершить свою работу что же он сделал он освободил от греха женщину взятую в прелюбодеянии среди учеников иисуса был из кариот иуда и он продал за 30 серебряников иисуса из того что он продал иисуса уже он не имел сердца иисуса он положил 30 серебряников в свой карман и продал за эти деньги иисуса если бы из кариот иуда не продал иисуса не имел деньги а имел иисуса тогда бы иисус он также умер за него и спас бы его но он по своей глупости думал что иисус не достоин даже 30 серебряников поэтому просто продал его женщина взятая в прелюбодеяние она была достойна смерти но у нее был иисус поэтому она могла освободиться от погибели я также ходил в церковь с детства конечно иисус он не был моим сердцем поэтому я грешил но все время у меня была преграда между мной иисусом я понял что грех преграждает моему общению с иисусом я начал искать способ как же разбить эту преграду и однажды кровь иисуса она разрушила эту преграду между мной иисусом и тогда иисус начал жить со мной и с того дня иисус со мной поэтому когда бы я не находился в трудности или воспитании иисус всегда помогал мне каждую субботу мы собираемся с братьями нашей церкви изучаем библию и однажды мы изучали книгу иисфир шестую главу иисфир она была также взята в плен вместе с Мартахеем и по огромной милости и сфере она смогла попасть в царский дворец и стать царицей да и знаете артаксеркс там правил и его помощником был аман и он принял решение убить однажды Мартахея после того как аман узнал что Мартахея есть еврей он подумал мало убить одного Мартахея я хочу истребить весь народ иудейский поэтому он сказал царю есть у нас в стране один народ который даже если убить его он никакой пользы не будет поэтому можно ли я убью этот народ и артаксерск отдал свой перстень и поставил печать на этом приказе то есть аман мог написать приказ и от имени царя подписать его тринадцатого дня двенадцатого месяца был принят закон что нужно истребить всех иудеев и вот такие объявления повесили на всех столбах это был официальный закон который стал царь потому что был печатан его перстнем и получается все иудеи должны были погибнуть тринадцатого дня двенадцатого месяца и Мартахея сказал Исфири ты иди к царю и проси за нас но знаете удивительно то что уже аман написал закон о том что нужно истребить весь народ израильский и они должны были умереть но удивительно господь был с иудеями поэтому посредством Исфири господь оставил живых израильский народ а наоборот убил семью Амана до 1962 года я считал себя грешником потому что я все время грешил поэтому все время темная стена разделяла меня с Богом но в октябре 1962 года я поверил в Иисуса и получил прощение грехов это уже было 58 лет назад за последние 58 лет всегда господь был со мной поэтому какое бы событие не приходило в мою жизнь я всегда получал благословение и благодать и о чем же говорит и о чем же говорит Библия причина по которой господь отправил Иисуса потому что мы достойны погибнуть и получить проклятие но для того чтобы освободить нас от греха господь отправил Иисуса на эту землю до того как я встретился с Иисусом все время меня разделяла стена с Богом но в 1962 году я читал Библию я читал слово Библии и Иисуса кровь проделась за мои грехи и я увидел в Библии во многих местах что написан факт о том что кровь Иисуса уже очистила меня от грехов чем больше я читал Библию чем больше я изучал Библию я утверждался в том что мои грехи были прощены кровью Иисуса и такое слово написано не раз и не два до отбытия до откровения везде написано такое слово то что две тысячи лет назад Иисус пришел на эту землю и простил мои грехи и мои грехи стали белее снега я в сердце своем поверил в этот факт до тех пор я думал что я грешник потому что я грешил я много воровал обманывал и других много злых дел совершал я был уверен в том что я попаду в ад но чем больше я читал и снова читал Библию знаете в корейской Библии около 1800 страниц и для того чтобы прочитать одну страницу мне нужно две минуты тогда всю Библию я читаю где-то за 60 часов если я по 10 часов в день буду читать Библию тогда за 6 дней я могу прочитать один раз Библию Бывало я часто выделял одну неделю и только читал Библию за неделю всю полностью когда 10 раз читал 20 и 30 раз когда моя душа погружалась глубже и глубже в Библию и я смог точнее понимать тот смысл который хочет до меня донести Библия я понял причину по которой Иисус пришел на эту землю почему он умер здесь когда Иисус умирал на кресте он получил наказание которые я должен был получить и тогда я узнал тот факт то что мои грехи стали белее снега и теперь стало так что я уже не должен что-то делать для своих грехов я ничего не должен был делать чтобы очистить от грехов потому что Иисус все совершил и по вере я принял это в свое сердце хотя люди знают то что Иисус умер за наши грехи но они продолжают говорить что они грешники это значит что они не верят в факт спасения если Иисус умер за мои грехи тогда мы можем получить уверенность что мои грехи прощены и тогда я соединился своим сердцем с Иисусом это написано то что Иисус искупил мои грехи у меня было много грехов и другие люди называют себя грешниками потому что они имеют грехи но читая Библию я понял и узнал точно что Иисус умер за мои грехи он очистил мои грехи и сделал их белее снега так как я поверил в этот факт у меня было много грехов я грешник потому что я так думаю что я грешник а в Библии написано что мои грехи стали белее снега поэтому я грешник когда доверяю своим мыслям а когда я верю в слово тогда я не грешник это было очень просто и ничего не осталось что мне нужно было бы сделать все Иисус сделал за меня женщине взятой прелюбодеяния Иисус сказал и я не осуждаю тебя эта женщина непременно согрешила она прелюбодействовала она точно прелюбодействовала она должна была умереть от камней но что Иисус сказал и я не осуждаю тебя почему потому что Иисус пойдет на крест и очистит все грехи ее Иисус очистил не только грехи этой женщины на кресте также мои грехи всех нас грехи Иисус очистил есть те которые верят то что Иисус уже очистил а есть те которые не верят в этот факт есть два вида людей те которые верят то что грехи очищены так как Иисус уже был распят на кресте и очистил мои грехи он сделал белее снега мои грехи такие люди уже не говорят что они грешники но те которые не верят хотя Иисус уже очистил все наши грехи на кресте но они говорят что они грешники это означает что это ложь то что Иисус сделал на кресте бесполезно это они не верят в крест люди такие не имеют отношения с крестом Иисуса почему люди идут в ад не из-за своих грехов а из-за того что они не верят в тот факт что Иисус очистил их да все мы согрешили все мы обманывали все мы сделали много плохих дел но Библии написано что Иисус умер за мои грехи если Иисус умер за мои грехи это значит он очистил мои грехи точно я уже очищен я просто принял этот факт с того момента я перестал доверять своим мыслям и я верил в слово Иисуса я согрешил не раз и не два я много согрешил и мое сердце было наполнено злом в своих мыслях я грешник но слово говорит что и мои грехи уже очищены если я доверяя своим мыслям тогда я не могу верить слово Иисуса если я верю слово Иисуса я не могу верить свои мысли потому что мои мысли отличаются от слова кажется что я грешник в своих мыслях но Иисус женщине взятой при любодеянии говорит и я не осуждаю тебя да знаете здесь не написано как звали эту женщину взятую при любодеянии но эта женщина это просто существительное которое показывает каждого из нас что это значит иисус сказал я не осуждаю тебя этой женщине это означает что и меня он не осуждает иисус который не осуждает меня он пастора Джозефа тоже не осуждает а если пастор Джозефа он не осуждает всех вас он тоже не осуждает поэтому он за наши грехи был распят на кресте и умер он был распятый на кресте если мы говорим что мы грешники это означает что он просто умер на кресте бессмысленно но он умер за наши грехи он оплатил наши грехи и мы стали чистыми этот удивительный факт 1962 году в октябре я обнаружил его а больше я не грешник мои грехи очищены иисус пролил свою кровь за меня теперь я не грешник то библии так написано кримлянам 3 глава 23 стих написано потому что все согрешили лишены славы божьей но если мы смотрим на 23 стих все люди согрешили и лишены и славы божьей все мы не можем войти славу божию да в 23 стихе написано так и здесь 23 стихе не написано о том что иисус умер за нас но 24 стихе получая оправдание даром по благодати его иисус был распят на кресте и умер он освободил нас от греха поэтому мы ничего не сделали а получили оправдание даром что значит получили оправдание это означает что бог смотря на меня говорит ты оправдан бог говорит мне я не осуждаю тебя иисус говорит что я простил все твои грехи даже если мы ощущаем а у меня много грехов если иисус говорит что не осуждает нас это означает что мы не осуждены но если я продолжаю говорить что я грешник значит я отвергаю слова иисуса я пренебрегаю словом библии иисус умер на кресте он оплатил все мои грехи если я говорю что я грешник означает что крест он не имеет никакого смысла до 1962 года я считал себя грешника потому что я грешил но в октябре читая библию его смерть на кресте я узнал что эта смерть была ради моих грехов он оплатил мои грехи и он очистил сделал меня белее снега исаи 53 глава 53 глава 6 стих а пятый стих простите но он изъязвлен был за грехи наши мучим за беззаконие наши наказание мира нашего было на нем иранами его мы исцелились все мы блуждали как овцы совратились каждый на свою дорогу и господь возложил на него грехи всех нас поэтому он изъязвлен был за наши грехи и мучим за беззаконие наши иисус получил наказание за нас поэтому мы получили покой иранами и исцелились написано что мы получили мир и покой иранами его мы исцелились а в шестом стихе всем блуждали как овцы совратились каждый на свою дорогу и господь возложил на него грехи всех нас господь возложил всю все грехи на иисуса иисус умер единократно на кресте и когда он сказал совершилось наши грехи были все очищены библия говорит нам так о чем мы говорим сегодня с вами евангелия и она неважно как я вижу что говорит слово это важно 5 главе евангелия т.а. на двадцать четвертом стихе истина истина я говорю тебе говорю вам слушающий слово мое и верующий пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит но перешел от смерти в жизнь мы слышали слово иисуса мы слышали слово о том что он простил наши грехи когда я верю в это слово тогда в моем сердце уже очищаются все мои грехи очищаются когда я верю в иисуса но даже если мы верим если мы не верим самый важный факт тогда мы не верим в иисуса самый важный момент это какой же иисус своей смертью на кресте то что уже наши грехи все прощены на кресте библия говорит нам так я доверял основываясь своим на своих мыслях но теперь я верю не свои мысли а в слово иисуса и библия говорит что мои грехи все очищены господь сказал что не воспоминет моих грехов и женщине из это прелюбодеяние он сказал и я не осуждаю тебя хотя она прелюбодействовала но если сказал я не осуждаю тебя иисус пришел умереть за грех этой женщины поэтому он поднес ее грех и не только ее грех но также мой грех и ваши грехи хотя люди говорят что верят в иисуса но не верят то что иисус уже простил наши грехи хотя они верят что он умер но многие говорят что они грешники значит они пренебрегают кровью иисуса но с того дня я объединился сердцем с иисусом хотя я имел множество грехов но иисус сказал мои грехи очистил он и он не воспоминет и более а тогда теперь мои грехи очищены из того момента мое сердце стало одинаковым с иисусом что что же сказали эти люди которые привели женщины это прелюбодеяние эта женщина была взята прелюбодеяние а моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями ты что скажешь иисус писал перстом на земле и сказал кто из вас без греха первый бросил камень тогда они были шокированы таким словом потому что не было ни одного не согрешившего все они убежали тогда иисус сказал женщины женщина где твои обвинители никто не осудил тебя она отвечала никто господи и я не осуждаю тебя иди и впредь не греши да эта женщина была взята прелюбодеяние но иисус сказал я не осуждаю тебя хотя правда то что эта история о женщине которая взята прелюбодеяние но здесь написано просто существительным это вместо всех нас да он сказал что никто не судил ее и он не осуждает если иисус сказал что он не осуждает значит я оправдан он сказал что мои грехи очищены на кресте и я поверил в это и с того момента у меня сердце стало таким же как у иисуса иисус сказал что он уже очистил меня он умеют уже у меня 10 ряг Wellman а maana nowねau если я буду говорить что я грешник это означает что Güace просто умер я также говорил что я грешник но это же естественно я же согрешил поэтому грешник это правда это правда что я грешник но если иисус простил мои грехи на кресте значит я уже не грешник Если я говорю, что я грешник Но хотя Иисус умер Тогда значит, что Он бесполезно умер Но многие люди Они доверяют своим мыслям Своей совести, поэтому говорят, что они грешники Просто они От своей совести зависят Но это Слово Бога Уже то, что наши грехи очищены Иисусом Во множестве мест Библии написано об этом Нам не нужно верить в свои мысли Нужно верить в Слово Иисуса Сейчас, часто я когда согрешаю Я чувствую, как будто я остаюсь грешником Но это мои чувства Но в Библии написано, что мои грехи прощены В этот раз я говорю, основываясь на Евангелии Атиана Все, что написано в книге Евангелия Атиана Здесь разделяется На два вида Какие же два вида людей? Есть люди, которые приняли Слово Иисуса И есть те, которые не приняли Слово Иисуса Два вида Есть те, которые приняли Слово Иисуса Они даже если кажутся грешниками Но если Иисус говорит, что его грехи прощены Значит, они прощены В Библии написано, что наши грехи прощены Но некоторые люди Они не верят в Библию, верят в свои мысли Мы согрешили Я грешник Как же быть? Я согрешил, поэтому я грешник Я также так думал Но сколько бы я не грешил Если Иисус сказал Я омыл твои грехи Значит, я омыт Если Иисус сказал Я не осуждаю тебя Значит, Он не осуждает В Моих словах нет смысла Но важно, что говорит Слово Иисуса Что Он сказал женщине, взятой при любодеянии И Я не осуждаю тебя Иисус, который не осуждает женщину, взятую при любодеянии Также и вас Иисус не осуждает Если среди вас тот, который считает себя грешником Если тот, кто считает Я же согрешил, естественно, я грешник Такие люди не доверяют Иисуса Слову Но и доверяют своим мыслям Не важно, сколько вы не считали себя грешником Но если Иисус сказал Я очистил Значит, вы Не важно, какие у вас мысли Вы должны верить Слову То, что говорит Иисус Иисус сказал Я очистил Значит, мы очищены Иисус сказал Не осуждает нас Значит, мы не осуждены Если Иисус сказал Оправдан Значит, мы оправданы Кремля на 3 глава 23 стих Непременно написано Что мы согрешили Потому что все согрешили И лишены славы Божией Но в 24 стихе Но в 24 стихе Хотя мы непременно согрешили Мы грешники Но Иисус искупил нас Поэтому мы получили оправдание даром По благодати Его Получили оправдание даром Я хочу сказать О вере в Господа Я уже много говорил Знаете, однажды мне позвонили В Африке Есть страна Либерия И ответственный за Либерию Наш представитель Он плача Говорил Что? Ой, Че Йоан Его укусил скорпион, пастор Он умирает Я сказал Я не понимаю Скажите нормально Пастор У нас случилось Че Йоан На укусили Он умирает Я сказал Можете спокойно сказать мне Что случилось Был студент Че Йоан И он поехал волонтером В Либерию И однажды Когда он спал ночью Он почувствовал Что как будто Кто-то его иглой Ткнул в ногу Ой, что это такое? Кто Уколол меня в ногу? Все двери были закрыты Никого не было там? Что такое? И потом он снова заснул Утром он встал И сказал Ой, знаешь Вчера ночью Меня кто-то как будто Уколол в ногу Иголкой А, иголкой? Это по-моему Скорпион Это, наверное, скорпион Что ты смешишь меня? Какой ты Скорпион Попал в нашу комнату? Это не может быть такое И тогда В тот же день Где-то 3 часа дня У него Начало бурлить Животе И он пошел в туалет Но где-то за 5 метров До уборной Он упал В обморок Он ходил под себя По большому По маленькому И его Сердце Начало Обстанавливаться Тогда подошел Ответственный руководитель И начал Бить его И говорить Юхан Юхан Тогда они взяли И быстро Отвезли его В больницу Но доктор Даже не посмотрел Его сторону Сказал Забирайте его Он уже умер Пожалуйста Помогите А, не получится В другую больницу Они поехали Говорили точно так же Но они умоляли Тогда ему поставили Укол И он Перестал дышать Тогда пришел доктор И начал заводить Его сердце И долго он Заводил И Наконец-то Пульс стал слышен Но Пульс очень Падал Где-то 140 на 80 Это давление Должно быть Но У него был Пульс 20 ударов И 17 градусов Температура Тела Практически Это было Мертвое тело Когда я сказал Руководителю Могу ли я поговорить С Юханом Да Пастор Я Юхан Это пастор Пак Тогда он Передал ему Трук Юхан Ты слышишь Меня? Да Пастор Я Сказал ему Говорят Что тебя укусил Африканский Скорпион Говорят Что ты сейчас Уже На пределе Смерти И доктор Сказал Что максимум Ты проживешь Где-то Два часа Но знаете Юхан Он умирал В Африке Для того Чтобы Долететь Нужно Где-то 18 часов Полета Если бы Был Прямой Рейс Тогда Можно было Быстрее Но так Как Нужно Пересаживаться Это Дольше Я Не могу Отправить Медикаменты Никак Не могу Помочь Ему Но я Кое-что Хотел Сказать Юхану Тогда Я смог Поговорить С ним По телефону Юхан Ты Слышишь Меня? Говорят Что Тебя Укусил Скорпион И Ты Умираешь По словам Врача Где-то Тебе Осталось Около Двух Или Трех Часов Но Ты Послушай Меня Внимательно Сегодня Утром Я встал И читал 40 главу Книги Исаия Книги Исаия 40 главе 31 стихе Знаешь Что написано? А надеющиеся на Господа Обновятся В силе Давайте вместе С вами Прочитаем 3 4 А надеющиеся на Господа Обновятся В силе А что дальше Написано Поднимут крылья Как орлы Потекут И Не устанут Пойдут И Не утомятся Сейчас Юхан Уже Практически Умер Я знаю Его Хорошо Этого Студента Он Приехал Из Далласа Из США Да Я знаю Хорошо Его Родители Мы вместе С ними Пообедали И ночевали Я хорошо Знал Его Но я Сказал Что Говорят Что Ты Кушин Скорпионом И ты Умираешь Где-то Два Часа И то Сложно Тебе Будет Протянуть Но В Библии В 40 главе Книги Исаия 31 стихе Написано А надеющиеся на Господа Обновятся В силе Для того Чтобы Ты Победил Яд Скорпиона Тебе Необходима Новая Сила А В Библии Написано Что Надеющиеся На Господа Обновятся В силе Знаешь Йохан Господь Ни в коем Случай Не лжет Ни в коем Случай Господь Не обманывает Если ты Будешь Надеяться На Господа Если ты Будешь Взывать К Нему Если ты Будешь Опираться На Него Если ты Будешь Полагаться На Него Господь Ни в коем Случай Не обманет И Он Даст Тебе Новую Силу Как Он И Пообещал Тогда Ты сможешь Победить Яд Скорпиона Если Господь Даст Тебе Новую Силу Тогда Это Ничто Для тебя Яд Скорпиона Я Доверял Иисусу Уже Много Лет Я Также Пережил Многие Трудности Испытания Но Каждый Раз Когда Я Смотрел На Господа Он Давал Мне Новую Силу Да Не Только Один Или Два Раза Я Испытал Помощь Господа Я Хуан Ты Сейчас Умираешь Но Господь Дал Обещание Что Надеющиеся На Господа Обновятся В силе Ты Посмотри На Бога Ты Вопроси Его И Ты Жди Его Непременно Господь Не Обманет И Даст Тебе Новую Силу Где-то 15 минут По Международной Связи Я Общался С Юханом Но Тогда Он Страдал И Боролся С Ядом И Он Даже Думал Ой Да Лучше Мне Умереть Чем Так Страдать Но Когда Он Уезжал Из Америки В Либерию Отец Пришел И Проводил Его В Аэропорту И Крепко Обнял Его Сказал Хорошего Тебе Полета И Поэтому Он Пожелал Своем Серце Что Он Хочет Умереть В Объятиях Отца Но Как же Если Он Находится В Либерии Отца Здесь Нет Поэтому Я Передал Это Обещание Господь Никогда Не Обманывает Если Ты Будешь Надеяться На Господа Тогда Господь Даст Тебе Новую Силу По Своему Обещанию Тогда Ты Сможешь Победить Яд Скорпиона В Библии Есть Две Части Ветхий И Новый Завет И 66 Да И Мы Говорим Ветхий Завет Новый Завет И Китайская Медицина Потому Что Она Созвучна С Этим Названием Да И Ветхий Завет Это До Пришествия Иисуса И Новый Завет Это Уже После Пришествия Иисуса Обетование Но Господь Никогда Не Отрекся От Своего Обетования Если Ты Будешь Надеяться Если Вы Будете Заверять Обетование Что Он Простил Грехи Наши Тогда Вы Станете Народом Господним И Он Благословит Вас Юхан Ты Понял Все Я Покладу Трубку Вставай И Я Закончил С ней Говорить Тогда Я Позвонил Даллас Я Позвонил Пастору Который Живет Даллас Сейчас Юхан Он Умирает От Яда Скорпиона Но Пожалуйста Помолитесь За Этого Брата Вашей Церкви Даллас И Пожалуйста Вы Передайте Это Родителям Джона И Тогда Он Заснул Тогда Юхан Умирал Тогда У него Было Давление 22 И Была Температура Тела 17 Градусов Он Практически Был Мертвым Телом Но Он Подумал Я Буду Надеяться На Господа Господь Ты Сказал Что Ты Будешь Давать Мне Новую Силу Господь Я Верю В Твое Обещание И Он Принял Это Слово Поверь Где-то Через Час Он Очень Глубоко Заснул И Даже Он Начал Храпеть В этом Он Храпел Одна Медсестра Которая Ухаживала За Нем Она Дремала И Тогда Утро Настало О Наверное Тот Больной Который Вчера Поступил Умер Уже И Она Подошла К Кровати Юхану Юхана И Она Удивилась Она Увидела Что Давление Поднимается Она Была В шоке Она Начала Кричать Доктор Тут Произошло Чудо Сейчас У этого Студента Поднимается Давление Тогда Доктор Пришел Сказал Медсестра Ты Что Сделала Я Ничего Не Делала Но На Следующее Утро Он Уже Проснулся Ой Брат Ты Проснулся Да Да У У У Все Хорошо Ты Знаешь Что Вчера Было Ты Вчера Под Себя Ходил По Большому По Маленькому Но Я За Тобой Ухаживал Убирал А Вот Вот Видите Это Место Где Укус Он Был Скорпионом И Потом Его Нога Начала Гнить Она Вся Полностью Практически Испортилась Но Из-за Того Что Очень Сильный Скорпион Яд Нельзя Даже Делать Анестезию Он Очень Страдал От Этой Боли Но После Этого Его Нога Начала Заживать Когда Прошло Где-то 20 Дней Она Стала Очень Чистой Вот Видите Уже Когда Она Выздоровела Она На самом Деле Стала Здоровой И Сейчас Он Очень Здоровый У Него Трое Детей И Он Работает Для Господа В Лос-Анджелесе Видите У Него Дети Милые Я Очень Благодарен За Это Конечно Важно Что мы Жертвуем Богу Или Молимся Ему Но Еще Более Важно Что бы Мы Верили В Слово Иисуса Да Эта Женщина Она Согрешила Она Прелюбодействовала Но Иисус Сказал Женщина Где Твой Обвинитель Никто Не Осудил Тебя Никто Господи Иисус С Иисусом Стали Одним Целым И С Чем Бо Я Не Встречался В С Чем Бо Я Не Стал Иисус Всегда Был Со Мной И Он Действовал И Особенно В 2020 Году Когда Мы Столкнулись С такими Событиями Которые Даже Не Представлялись Себе В Апреле Месяце Мы Закончили Пасхальное Служение И Потом Была Библейская Евангелизация На 76 Каналах Все 11 Проповедей Были Транслированы Бесплатно И Я Слышал То Что Около Одного Миллиарда Людей Прослушали Проповеди Нашего Семинара Да Люди Они Поверили Люди Свидетельствовали О своем Прощении Грехов Как Получаем Прощение Грехов Библии Написано Что Наши Грехи Прощены И Иисус Сказал Что Он Не Осуждает Эту Женщину Это Означает Что Он Не Осуждает Также И Нас Если Иисус Сказал Что Он Очистил Грехи Не Осуждает Нас Да Но Нам Не Нужно Сопротивиться И Говорить Что Мы Умнее Мы Грешники А Если Господь Не Осуждает Значит Он Не Осуждает Меня Мне Кажется Что У Много Грехов Но Иисус Сказал Что Он Не Осуждает Значит Я Не Осужден Если Господь сказал, что я праведный, если я праведный. Это есть вера в Иисуса. Если Господь сказал, что я правдан. Нет, Господь, я грешник. Это значит, мы не верим в Иисуса. Кровью и смертью Иисуса на кресте мы уже получили прощение грехов. Нет, я грешник. Это означает, что человек не верит Богу. Хотя мы думали, что мы грешники. Но если Господь сказал, что Он очистил, значит, мы очищены. Если Господь сказал, что мы оправданы, значит, мы праведные. Если Господь сказал, что мы святые, значит, мы святые. Не доверяйте своим мыслям. Но я желаю, чтобы вы верили в Слово Бога. Тогда Господь будет сильно действовать посредством вас. Господь сказал, твои грехи очищены. Ах, правда так, Иисус? Тогда мы соединяемся с Ним сердцем. Твои грехи очищены. Нет, я грешник. Тогда мы не можем объединиться. Когда мы проводили рождественскую кантату, бабушка и дедушка идут под пути. И бабушка говорит, ой, давай сегодня покушаем куриный суп. А что говорит дедушка? О, давай мы покушаем твой любимый стейк. Тогда они начали спорить. Вот это, значит, отличается сердце. О, да, ты любишь куриный суп? Стейк тоже хорошо. Тогда они могут друг другу уступать. Можно договориться. Я хочу стейк. А я хочу куриный суп. А нет, ты это не права. Это ты должна меня слушать. Тогда это разное сердце у них. Понимаете? Если вы хотите стейк... Да, стейк, хорошо. А может быть, куриный суп? Ну, как говорится, стейк. Куриный суп или стейк. Мы в любом случае голодные. Тогда можно так договориться, но они спорили. Может быть, мы можем спорить со своим мужем, но с Иисусом мы не можем спорить. Если Он говорит, вы оправданы. Нет, я грешник! Не делайте так, пожалуйста. Нельзя так, понимаете, да? Пожалуйста. Господь оправдывает нас. Господь сказал, что мы уже оправданы. Если мы верим в это Слово, тогда мы имеем одно сердце с Иисусом. И вся благодать Иисуса попадает в нас. Я верю, что вы будете благословенны. Я ничего не делаю хорошо. Но я просто поверил в Слово Иисуса. Я просто жил как грешник, но в Слове написано о том, что я оправдан. Поэтому этой верой я начал жить. Я объединился с Иисусом. Чем бы я ни занимался, я видел, что Господь помогает мне во всем. Я желаю, чтобы у всех вас была такая милость. И всем вас, которые участвуют в Иисусе, и всем учителям, и всем родителям. Я желаю, чтобы эта вера в Иисуса была с вами. Давайте помолимся. Святой Отец Небесный, в этот раз ты дал нам проводить такой лагерь благословенный. Очень многие студенты участвуют вместе. И также родители участвуют. Также учителя. В этом лагере мы можем услышать музыку и также можем пообщаться. Я очень благодарю. В Евангелии Теана в 8 главе женщина взяток в реводеянии. Но Иисус, Он понес на кресте наши грехи. Поэтому Он очистил наши грехи и сделал белее снега. И Он сказал, что уже не осуждает, потому что Он очистил на кресте. Господь, Ты дай поверить в этот факт. Ты дай получить благодать Твою. Мы благодарим Тебя. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь.